Добрый день, дорогие друзья! И так настало время все-таки провести некоторую разведку интеллектуальную, не шпионство. Шпионство – это когда крадут папки, секретные сейфы, а мы говорим о разведке, об интеллектуальном. Именно в экономике, поскольку, сами понимаете, что сейчас основа основ кризиса Российской Федерации – то, что власть экономику заваливает и поднять ее не может. И вот мы решили использовать удобный момент. Мы в студии с известным разведчиком, не шпионом, экономическим разведчиком Владиславом Жуковским. Здравствуйте! Привет, Владислав! Приветствую, Максим Ратвич! Ну что, у нас есть повод для разговора. Первое. У нас разведчики собрались вместе, то надо проводить вирусию. Первое. Мы встречаемся накануне новой заморозки нефтяных цен ОПЕК. Раз. Второе. У нас библиотечный день. Дело в том, что, во-первых, у вас есть план Мистер Фикс. Встретились премьеры с президентом. Премьер подарил президенту план действий. Правительство до 2025 года. И 15 мая была подписана стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2025 года. Вот часто мы, Максим, и заживем. Стратегия 2025, стратегия 2047, 20169. Когда мы все вымрем, когда будет здесь могила, братская такая нефтегазовая, углеводородная могила и крематорий, мы, может быть, что-нибудь там заживем. На самом деле, о чем важно понимать, что если пришел Дмитрий Анатольевич Медведев к своему шефу, президенту Путину, и написал ему программу, как будет действовать правительство до 2025 года, значит, можно всем дружно расслабиться, вздохнуть и выдохнуть. Мы знаем имя будущего президента Российской Федерации. То есть, президент будет человек с опытом работы президента. Мы даже знаем, кто это будет. Поэтому все понятно, команда неизменна. Как сказал президент, кстати говоря, до этого, значит, разрабатывают программу якобы выхода из кризиса, какого-то там бурного инновационного развития, несколько центров. Там помимо Акудерина, Центра стратегических реформ, плюс, значит, Титов, разработок, разработок, совершенно верно. Значит, это один центр, плюс разрабатывают программу Деловая Россия со Сталопольским клубом. Это как раз таки программа Титова, мы вместе тоже писали, готовили. Плюс программа была у Люкаева, но у Люкаева больше нет. И Бабкинская ТПП. Да, ну и Бабкин Московский экономический форум, который на 90% пересекается с программой Деловой России и Сталопольского клуба. Это круто, но не в этом дело. Значит, как сказал сам президент, что, конечно, эти программы хорошо, но главная программа, ключевая, системно-значимая, на которую мы будем ориентироваться, руководство, это именно программа правительства. То, что показал Медведев, это, грубо говоря, такая генеральная, это дорожная карта, это генеральный план, по большому счету дальнейших деградаций, упадка, архаизация и сырьевизация российской экономики. Владислав, есть элементарный вопрос. Нам 10 с лишним лет говорили, что сырьевая модель исчерпнет. Что нужна новая. Новая нет. Значит, если появился план действий, то, значит, появилась новая модель разведения. Прошу прощения, я прошу прощения, на самом деле не 10 лет, как минимум, если мы посмотрим выступление президента Путина 2001 года, он там заявил, что мы должны возродить свой индустриальный, инновационный, технологический суверенитет, мы должны заниматься мстицами человеческих капиталов, что экономика трубы обрекает нас на архаизацию, вечное отставание, что мы будем таким, знаете, углеводородным, низкопередельным предбанником раз этого мира. А сделали они что? Я приду просто эти цифры, я буквально недавно опубликовал у себя в Твиттере, в соцсетях. Значит, смотрите, с 2000 по 2017 год, то есть за 17 лет, экспорт нефти, газа, нефтепродуктов, только три компонента нашего сырья, составил 3,4 триллиона долларов. Даже по старому курсу, это больше, условно говоря, 110 миллиардов, 105-110 триллионов рублей. Значит, по новому курсу, то, что мы продавали, там можно получать за 150. Ну, суммарно, если все это посчитать. Значит, это огромные деньги. Мы думали, что мы должны были сделать? Мы должны были отремонтировать инфраструктуру, проложить новые дороги, построить сады, школы, сделать бесплатное всеобщее образование среднее, профессиональное, техническое, высшее. Поднять новую промышленность. Поднять промышленность, но поднял необходимые кадры. Вот поэтому мы говорим, человеческий капитал, самоглавный материально-техническая база экономики дальнейшем. Ну что, Лондон подняли? Что мы сделали? Смотрим данные Росстата, который, может быть, конечно, подкручивает в Госдепр, птелоиды и масоны, но, по данным Росстата, с 2000 по 2017 год износ основных фондов в экономике не сократился, а вырос с 39% в 2000 году, когда президент пришел спасать страну, родину-матушку поднимать, до 46% в 2008 году. И не поверите, 50%, 50,5% уже сейчас. Это при всех манипуляциях, при писках, статистическом приукрашивании, навешивании, вот этот вот разваливающийся домик, надписи «Домик не болей» и повесить на него какие-нибудь шарики в этом космическом ремонте, мы проели 3,5 триллиона долларов. Они проели, а мы не сделали ничего, чтобы они не проели, ну, мы, ты старался, был помоложе, я был совсем молод в университете, я еще не мог что-то делать. Теперь мы говорим, что мы, к сожалению, профукали эту эпоху дорогой нефти. Вторая цифра очень важная. Ветхий аварийный фонд жилья с 2000 по 2016 год, самое смешное, он тоже не сократился, а он увеличился с 61 миллиона квадратных метров суммарно до 101 миллиона квадратных метров суммарно. Доля ветхого аварийного жилья официально около 3% суммарного фонда жилищного. По неофициальным оценкам, которые приводят все профильные, специализированные институты и университеты, цифра больше 12-15%, по другим оценкам до 25%. И это хорошо прикликается с отчетами счетной палаты, что 90% всех дорог в России непригодны, они сделаны в несоответствии с тех стандартами, регламентами, по ним просто опасно ездить, а износ фондов в коммунальной инфраструктуре больше 80%. Владислав, они просто-напросто проедали, а не страну, понятно. Ну что, что говорить. Вот я могу поделиться тоже впечатлением. Я прочел 20 страничных, не пожалел Владик времени, прочел 20-страничную стратегию экономической безопасности Российской Федерации, которую Путин подписал вот 15 мая. Ну, великолепно там, индустриализацию, уйти от несырьевого характера, экономики, промышленный кластер, добиться, чтобы у нас корпорации высокотехнологичные росли и прочее, прочее. Да, собственно, кризис недоинвестирования в реальный сектор страшный. То есть, они написали все то, что они сами устроили, то, что они нарушали. А биноватый и ждет как всегда. Я начинаю, нет, я начинаю смотреть, а где в стратегии изменения вообще кредитно-финансовой политики, добавление новых функций Центробанку, смена, очистка от стеслибов, протекционизм разумный, там вообще нет протекционизма, неразумной эмиссии нет, ничего не... Да, только все, то есть, понятно, что теперь это то, что нам показали стратегию и так называемый план Медведева, это фиктивный демонстративный имитация деятельности. У нас теперь новое знамя, новый плакат, вот это, знаете, как в воинской части, когда есть там ответственность за стену газету. Вот у нас теперь новое ответственность за стену газету, ее нарисовали, там мир во всем мире, там мы встали с колен, там весь мир нам завидует. Ну, в общем, есть теперь что поднять на флаг и ходить еще пять лет по площадям, по Собянинским плиткам перекладываем газу в весну. Шесть лет президент. Поэтому, если взять эту программу и посмотреть то, что было написано три года назад, либо пять лет назад в 12-м году майские указы, там же тоже все красиво написано. Там замечательные, там верные диагнозы, какие-то взгляды в будущее, и чего бы мы хотели, и как бы было здорово, если все было хорошо, и проинвестировано, профинансировано, мы бы жили богато. Смотрим статью 2008 года Дмитрия Анатольевича Медведева. Я помню эту статью, это как раз был инновационный, модернизационный период, когда Путин передал ему поддержать, посидеть 4 года, погреть ему место по 12-й год, и написали статью, что теперь-то Россия будет диверсифицироваться, у нас будет новое, светлое, не сырьевое будущее. Мы уйдем от ситуации, когда не нефтегазовый дефицит бюджета, то есть очищенный дефицит бюджета, то есть бюджет очищенный от нефтегазовых доходов превышал 11-12% ВВП. Говорят, мы от этого уйдем, это неправильно, в Россию потекут капиталы. С этой программы, я хорошо помню, я учился в университете, я как раз таки, по-моему, заканчивал МГИМО, и у нас была такая ситуация, у нас все преподаватели, вся профессура, они так возрадовали, что написана красивая бумажка, то есть это какой-то, вот прямо менталитет такой, увидеть какую-то писанину, и они там, знаете, они же готовы были бежать голосовать, что наконец-то царь-то, его ближайшие сатрап-то вспомнили про то, что есть не только труба, не только там сотни богатейших семей. В итоге программа, и это похоже на программу 8-го года Медведя, на программу Центра стратегических разработок Грефа 2001-2002 годов, с которой Путин пришел к власти. В этом кто заработает нахорошо на том деле? Заработают Кооператив Озеро, Ночная хоккейная лига, и производители, собственно говоря, картриджей для принтеров и офисного оборудования, которые будут печатать, распечатывать все эти бумаги на всю страну, чтобы было еще парадо. Владислав, да можно сразу сказать, что итоги правления, так называемого третьего, на самом деле четвертого, конечно, правления Путина, они экономически провалены. 2012-2018, это провал экономики. Они ничего не могут сделать, они не могут реализовать то, что сами даже объявили. И очевидно, что причина кризиса, когда система начнет просто раздираться, это противоречие между внешнеполитическим великодержавным курсом, так и военно-великодержавным внешнеполитическим курсом, и полностью зависимой ублюдочной экономикой, сырьевой, независимой технологической, независимой финансовой. Вот, уже видно, что, естественно, ничего не произведут. Так, мало того, я так понимаю, что Путин, наоборот, он держит у себя как в ближнем круге, как экономические мозги просто настоящих садистов, чикатил. Вот, я, правда, прошу рассказать, я-то вот не читал, я читал доктрину экономическую. А вот тут Кудрин разродился текстом... Алексей Леонидович очнулся, проснулся, он понял, что уже мимо него пронесли программу, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, надо как-то отвечать. Значит, ну, по поводу программы экономической безопасности, это абсолютно пустой, бессмысленный, беспощадно, прошу прощения, бизнес-инструмент, короче говоря, декларация... То есть, основные проблемы это олигархизация экономики, это сервизация экономики, экспортизация, колоссальнейшая офширизация, сращивание власти и крупнейших бизнес-кланов, превращение страны в кормушку для, собственно говоря, тысячи богатейших семей, когда у нас по всем оценкам 1% населения контролирует более 76% национального богатства, национального дохода, когда у нас полпроцента самых богатых, которые по методике являются именно бенефициарами Коперативозера, владеют половиной всей собственности в стране, вот не было даже поставлено ни диагноза, ни ключевые проблемы обозначены, тем более не было сказано, как их решать, потому что если поставить правильный диагноз ситуации, Нет, там было написано, планирование правильное сделать. Нет, нет, понятно, но диагноз в чем стоит? Диагноз в том, что за последние 16-17 лет мы, по большому счету, продолжили тренд на структурно-технологическую деградацию. Мы эти цифры озвучили, просто приведу эти цифры, что произошло за последние 25 лет. Значит, за последние 25-26 лет суммарно Россия при Ельцине, Путине, Мезведеве сумела проесть, сумела потерять более 420 триллионов рублей, не миллиардов, а триллионов рублей, 420 триллионов рублей материально-технической базы экономики и человеческого капитала. Эти цифры мы приводили еще в деловой России с Академией наук в 2012-м году, в 2014-м году, и сейчас их подтверждает уже Сибирское отделение Академии наук, что ситуация именно такова. Больше 400 триллионов рублей это суммарное исчезновение, деградация и развал экономики, ее потенциал. О чем идет речь? Речь идет о том, что последние 26 лет мы имеем хроническое недофинансирование экономики в целом. То есть при необходимой норме накопления капитала, то есть в норме инвестиций в экономику более 33-36% от ВВП, мы стабильно инвестировали в диапазоне 23-25% в лучшие тучные нулевые, в последние годы инвестируем меньше 20% от ВВП. То есть износ основных фондов был постоянно превышал, точнее выбытие основных фондов, их старение материальное и физическое превышало ввод в эксплуатацию новых объектов. Получилось, что и 90-е годы, и нулевые годы мы вообще финансировали материально-техническую базу экономики. Мы потеряли больше 51% всего матехобеспечения, созданного времена советской эпохи и предыдущими поколениями. Больше 50% были потеряны. А новым фактически не создали. Так это чистый убыток. То есть что было понятно, когда Россия оказалась под оккупацией, под нашествием фашистско-немецких захватчиков во времена Великой Отечественной войны, мы при Гитлере потеряли 33,5% всего материально-технического потеряно. Больше половины. То есть это вот погром от политики Гайдара, Чубайса, собственно говоря, и вот это Путинская, Левщица, Кудринская, Чубайса, это Горгой Отечественная. Экономики, они настолько колоссальны, что мы не понимаем, что впереди эпоха техногенных катастроф. Чудовищного разрушения не просто человеческого капитала, инновационного капитала, предпринимательского какого года, просто моральный и физический катастроф таков, что экономика по-большому, что будущего уже может не быть. Владислав, я думаю, что вопрос катастрофы на крупном химическом, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, да, на самом деле мы сейчас ходим по краю пропасти, либо это будет реактор, может быть, вернее, либо какая-то химическая Гидали, кастранство, типа Саяна-Шижинская была, рванула, потом небо, слава богу, не было. Но все время на границе. Оно все изнашивается, оно не финансируется. Они мне напоминают, вот с корабля вот в какую-то сказку страшную крысы судовые, они съели экипаж, выгнали экипаж, и вот на корабле они пытаются вести корабль, и главная крыса кричит, надо бы машину запустить, и вообще там, чтобы... Нет, крысы могут только грызть, это все, и вот я хочу вернуть. И вот... Максим, я одну вещь, я одну вещь, когда помню, смотрите, что было правильно, действительно, это экономическая программа такого финансово-экономического чикатила, который в России просто реализуется, это просто экономическая программа мародерства. О чем важно помнить в данной ситуации, что ежегодно мы инвестируем в экономику всего лишь 14-15 триллионов рублей. Это копейки, это мало. Вот для нас, с вами, как простых россиян, это много, это какие-то астрономические суммы, это услуги Макдака вот в этом замке, знаете, в этом хранилище в деньгах может купаться, на самом деле это копейки. Экономика России 82-83 триллиона рублей, мы финансируем, инвестируем всего лишь 15 триллионов, то есть условно говоря норма накопления капитала сегодня меньше, ну она в диапазоне 18-19 процентов Но надо пояснить, что это капитал, не деньги, а это оборудование, это основные деньги. Да, я еще раз, это именно инвестиции в основной капитал, дороги, инфраструктура, станки, машины, оборудование, здания, технологии, все угодно. То есть это копейки, мы вкладываем очень мало, мы вкладываем до 20 процентов, меньше 20 процентов ВВП, азиатские экономики, скажем Китай от 47 до 49 процентов ВВП, там 45 процентов, Южная Корея около 40, Индия около 35 процентов, то есть мы технологически отстаем, мы ничего не финансируем, мы хотим потреблять на уровне Европы, Америки, либо их-то сильно развитых, богатых государств, при этом по уровню экономического потенциала развития технологии производства мы находимся на уровне Зимбабве, Мозамбика. Но что еще важно, то есть чтобы сегодня остановить стремительную деградацию, технологическую деградацию организации экономики и хотя бы добиться хоть какого-то воспроизводства, и наращивания материально-технической базы необходимо инвестировать не 15 триллионов рублей, а минимум 26 триллионов рублей. Это расчеты, которые подтверждаются и Академией наук, и расчетами, которые мы делали на площадке Деловой России, и теми цифрами, которые озвучивали на Московском экономическом форуме. То есть о чем идет речь? Необходимо как минимум 15 триллионов рублей инвестиций в основной капитал, то есть это материально-техническая база в виде дорог, машин, станков, оборудования, инфраструктура. Ну все понятно. Триллион рублей это инвестиции в оборотный капитал, и как минимум еще 11 триллионов рублей это инвестиции в человеческий капитал. То есть это образование, здравоохранение, наука, неокры, разработки и прочее, прочее, прочее. То есть нам необходимо сегодня как минимум в два раза больше денег инвестировать в реальный сектор экономики, в человека. Если мы не хотим через 5-10 лет оказаться в ситуации сплошных техногенных катастроф, развала жилищного фонда и коммунального хозяйства в регионах, там аварийные ситуации, это просто катастрофа. Если вы выходите от Москвы, скажем, на 200-300 километров, да понятно, это старая, старая, старая ряда. Брянск, Орел, Кострома, Тула или там дальше куда-нибудь, Чита, Иркутск, Холмс, ну это просто зона прощения какой-то социально-экономической катастрофы, это какая-то Припять экономическая. Поэтому, и где взять эти деньги сегодня, власть почему про это никогда не говорит? Потому что понятно, что если они об этом скажут, то они ставят, подводят жирную, красную черту под всей эпохой так называемого вставания с колен. И надо признать, что мы, то есть они, по большому счету, впустую спустили 3,5 триллиона долларов, которые не получили от экспорта нефти, газа, еще 1,5 триллиона от экспорта цветных металлов, драгоценных металлов, драгоценных металлов, и всего прочего. И это значит, что надо будет писать заявление о профнепригодности и уходить в отставку. Это в лучшем случае ЛИМ придется еще нести уголовную ответственность за профнепригодность, преступную халатность и, по большому счету, подрыв экономического суверенитета. Но это, по большому счету, нацепредательство. Там статья 2.8.0, 2.8.1, за диверсию и прочие вещи. Ложестов, ну вот они понятны, они тоже поняли, что влетели, что они вот ели-ели, как крысы на грифующем корабле. Они прогреждают. Хорошо, у них в Фатине, у них виноградники и в Тоскане, и что угодно. А у людей, у большинства, на самом деле, прошу прощения, нету ничего, даже без штанов оставили. Ну, они не на людей вообще смотрят. Люди не поднимаются. Это да, это такой пилом биомасса. Люди же боятся Майдана, как нам сказали, не поднимаются. Другое дело, они сейчас, в общем, поняли, что кормушка-то маленькая, борта не прохудились, они еще погрызли. И они сейчас пытаются выйти, я так понимаю, вернуть халяву, они пытаются на заморозке добычи поднять цены на нефть, и тем самым ничего не делая получить опять доходы. Но в декабре 16-го они заморозились, вместе с опековцами, с аудитами, и вроде бы, действительно, на 10 долларов они сумели поднять в среднем цену нефти. Ну, так, около того, хотя, ну, выше 50, скажем так. Вот твое мнение, Владик, вот сейчас новая заморозка, хотя они не добились, они-то думали, что они до 60-70 в чем смысл? На самом деле, тот факт, что сейчас активно и России, судов с крови, говорят о том, что необходимо продлить заморозку, это не победа нефтегазовых, низкопередельных, сырьевых экономик над технологиями, над западом загнивающими, условно говоря. Это их провал и фиаско. Это говорит о том, что предыдущая заморозка, она не привела ни к каким реальным фундаментальным изменениям, о чем мы говорим. Да, спекулятивно мы видели скачкообразный рост цен на энергоносители 42-43 долларов за баррель в ноябре 2016 года до момента 58 долларов где-то в марте-апреле текущего года. Да, нифть подорожала более чем на, даже не то, что на треть, на 35-40. Это был колоссальный скачок. Это была некая передышка. Но, если мы посмотрим, как росли цен на нифть, то, во-первых, росли прежде всего контракты с ближайшим сроком экспирации, то есть, исполнения фьючерсного контракта. То есть, дальние контракты особо не дорожали, дорожали уже в последние все моменты. Надували пузырь именно в коротких контрактах ближайшие экспирации поставки. То есть, это в чистом виде спекулятивная игра. Во-вторых, если мы посмотрим, то сейчас в мире открыт абсолютный, и он был открыт еще в марте-апреле абсолютный исторический максимум по превышению контрактов на фьючерсном рынке на покупку нефти, очищенных от контрактов на продажу нефти. То есть, так называемая чистая нету бычья позиция на покупку нефти была на абсолютном историческом максимуме. Такого не было вообще никогда, слово совсем. То есть, и даже при этом они подняли нефть только до 58 долларов. Это говорит о том, что весь скачок цен на нефть исключительно спекулятивно носит характер. Это горячие деньги, это розовые очки на глазах у крупных инвестфондов, хедж-фондов и общеучастников рынка. Нефтяной рынок это самый ликвидный, самый емкий, самый спекулятивный рынок для финансовых активов, на котором, само собой, самые сильные движения. Поэтому надо понимать, что это, так называемая, бумажная нефть. Это пузырь в бумажной нефти. В реальном, вот фундаментальный факт, если проанализировать реальную физическую нефть, то мы увидим, что оказывается, самое интересное, что за время действия заморозки с января по май текущего года складские запасы в мире, которые должны были первыми реагировать на сокращение добычи, должно было пойти в некую балансировку спроса-предложения. Спрос должен был вырасти, либо предложение должно было сильнее упасть, запасы будут продавать. Вот ради этого все затевалось. То есть, динамика складских запасов по энергоносителям это ключевой, опережающий индикатор, отражающий ситуацию в нынешнем рынке, насколько эффективна политика замораживания добычи. Так вот, складские запасы нефти в мире не только не сократились за последние 5,5 месяцев, а они выросли на 45-50 миллионов баррелей. То есть, это полный провал и фиаско нефти больше меньше не стало, нефти по-прежнему много. Мы видим, что посуточное перепроизводство нефти составляет от 1 до 1,5 миллионов баррелей в сутки, при суммарном потреблении в мире около 100 миллионов баррелей, то есть, ежедневно 1,5% просто пополняют постоянно складские запасы. Во всем мире только в Азии стоит вблизи крупнейших транспортных хабов в Гонконге, в Сингапуре, в Шанхае около 65 крупнейших нефтеналивных танкеров. В Европе около Роттердама стоит заполненный, законтрактованный там еще около 40 танкеров. Их деть просто некуда. И, значит, что происходит? Происходит следующая вещь. Формально договорились о том, что ОПЕК сокращает добычу на 1,2 млн баррелей в сутки и Россия с остальными странами вне ОПЕК еще 600 тысяч баррелей сокращают добычу нефти. Все бы здорово, но произошла маленькая проблема, что Америка, та самая загнивающая, где якобы сдулся, рухнула сланцевая революция, нефтяники обанкротились, скоро и все это рухнет, развалится, оказалось, что американцы за последние 8 месяцев, с момента, ну, там, в большинстве с октября месяца, они умудрились при нефти, как только нефть поднялась выше 42 долларов за бочку, они в два раза увеличили объемы бурения, разведочных, георазведочных работ и бурения эксплуатационного скважин и одновременно увеличили производство сланцевой нефти на 800 тысяч баррелей. То есть, они отыграли по большому счету практически 40% всей заморозки, которая прошла по миру. И это показало лишний раз, и когда там говорили, что Америка может быть нарастить добычу на 200 тысяч баррелей, сейчас все пересматривают прогнозы, что будет заморожено, будет рост добычи на миллион-миллион триста, и это еще очень оптимистичный сценарий. И оказалась простая ситуация, что Россия, Саудовская Аравия, все страны теряют долю на рынке, очистили долю для американцев, а американцы на высоких технологиях, на развитии хай-тека, на селандцевых месторождениях, там, в Бейкене и там, везде-везде, в Пермиане наращивают добычу. И это делают еще канадцы, мексиканцы и бразильцы. То есть, одни, получается, как веселые дурачки, заморозили добычу, причем, самое смешное, что мы заморозили добычу все дружно, но и Россия, и Саудовская Аравия, и многие другие страны показывают рост экспорта энергоносителей. Это тоже, это большая ложь. То есть, мы изначально заморозили добычу нефти на максимумах ноября прошлого года, когда все искусственно быстро-быстро наращивали производство, потом что-то подсократить. То есть, они пытаются сами себя обмануть, и трусы надеть не хотят, и крестик не снимают. Получается, когда в США нам говорили, что они никогда не достигнут уровня 70-го года по добыче, 700 миллионов тонн. За 3 года, они уже вблизи максимума своей добычи. Чтобы было понятно, Америка нарастила объемы добычи нефти с 5 миллионов баррелей буквально в 11-12 годах до 8,5-9 миллионов баррелей в пике около 15-го года. Поэтому надо вот эту вещь очень хорошо понимать, что можно еще продлить заморозку добычи нефти. Но в Америке сейчас около 5 тысяч скважин, которые были пробурены и временно законсервированы, на их консервацию уходят от 1 до 3 недель. И сейчас, если мы посмотрим на все прогнозы крупнейших инвестбанков, Бэнк оф Америка, Голдман Сакс, Мэрил Линч, ЮБС, ХСБС, все дружно говорят, что это просто некое сумасшествие. То, что делает Россия и Судовская Аравия, они просто, как наркоманы, повышают, повышают дозу героина, либо синтетики, чего угодно, ну зачем нам лечь до больных-то, но не понимают, что они устроят обвалы, коллапс на рынке через полгода-год. Потому что, допустим, они поднимают спекулятивную нефть, цены на нефть до 55, 60 долларов за баррель, предположим, здорово. Но вы просто ускорите ввод новых месторождений в Америке, Америка нарастит еще на 2-3 миллиона баррелей, у них прогноз за 2 года нарастит на 3,5 миллиона баррелей. И вы получите не просто там стабилизацию нефти, как она могла бы сейчас стабилизироваться, там 40-42 доллара за бочку и там находиться, а вы увидите просадку на 35, 32, 27 долларов, если не ниже. Уже сейчас целый ряд энергетических институтов в Европе, которые отслеживают именно глобальные технологические сдвиги, изменение энергобаланса в мире, развитие сланцевых газов, значит, сланцевой добычи нефти, энергоносителей, ну и газа нефти. Пишут, что на самом деле самое смешное, это уже там не наши с Володей Левченко апокалиптические взгляды, что там в долгосрочной перспективе нефть может уйти ниже 15 долларов за бочку. Уже сейчас там в Европе говорят, что ребята, вообще-то на самом деле, если все будет идти, как идет сейчас, развитие зеленой энергетики, значит, солнечной, ветряной, альтернативной энергетики, развитие, собственно говоря, аккумуляторных технологий, да, вот этих вот машин на электродвигателях, то уже может быть нефть стоит 10 долларов через 5 лет. Да, 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 я добавлю, газогидраты стали, а это китайцы, это по большому счету весь арктический шельф, это вообще-то везде. То есть надо понимать, что мир стремительно меняется, а те страны, которые сидят на сырьевом колу, посадив, ну это прежде всего Россия, имеется в виду, что хотя бы там Судовская Аравия, там Катарку, Вейт и не за прочее, у них хотя бы есть какие-то переделы, развита сфера услуг, туризм, недвижимость, там консалтинг и прочее, у нас этого всего нету. У нас 145 миллионов, наверное, населения, из которого нормально живет хорошо, 5 миллионов, более-менее 15, остальные бедности, нищета. Владислав, я вообще, честно говоря, не напоминаю таких бояр и царей из бездельного царства, вот они пытаются доказать, что круто добывать пеньку, воск, пушнину, это круче ваших машин, станков и прочее. Да, это духовно, это потратить. Дело в том, что действительно, вот хитрый американский план, ХАП или ХПА, что бы ты ни предпринял, ты сырьевое бессилие, если ты сокращаешь, ты повышаешь, раздуваешь цены на нефть, и ты помогаешь у меня внутри страны развивать и сланцевую нефть, и газогидраты добивать, и альтернативную энергетику, и может быть, тормояд, кстати, будет. Да. А если ты, соответственно, если же ты, да, и дальше ты расплачиваешься падением жутким, вот, а дальше, если ты просто льешь рынок на рынок нефти, то ты помогаешь мне, ты даешь мне дешевое сырье. То есть сырьевое, предаток проигрывает в любом случае. И понятно, что вот это лопание нефтяного вот этого пузыря, это пузырь, по сути дела, да, ты скажешь, что Саудовская Аравия сейчас АРФ это делает, он придется как раз на следующее правление. Ну, мы уже знаем, что, естественно. Возвращаясь к теме о колоссальной технологической деградации экономики, все цифры Росстата за последний четверть века, они неправильные. То есть, если оценить на самом деле износ основных фондов, то получается, что у нас экономика с 1991 года по текущий момент, она не увеличилась, условно говоря, на 15%, она сократилась, минимум, на 10-12%. По производительности труда у нас не рост на 10%, а падение на 35%. Это истинная. Это истинная ситуация в стране. То есть, мы до сих пор находимся ниже 1991 года. Ну, конечно. Если мы учтем все... Владик, если те же количество людей выпускало большее число самолетов, большее число станков, а сейчас они выпускают штучно, конечно, производительность с 1991 года не выросла. Конечно. Посмотрите на замечательную корпорацию «Газпром», российская компания «Зажигалка», наше якобы «Нацдостояние». Применьшей добычи. У них добыча с 2000 года упала на, по-моему, 70-80 миллиардов кубометров газа. А персонал, о-о-о! Выросла в два раза. То есть, они в штуках стали производить газа на одного человека в два раза меньше. Если бы просто не было скачка цен на нефть, это просто бы обвал и катастрофа. Это ужасная неэффективность. Более того, давайте вспомним такую замечательную вещь, что почему-то нам говорят, давайте повысим, ведем, повысим НДС на 4% пункта, давайте повысим НДФЛ на 2-3% пункта, давайте не будем, заморозим финансирование, точнее, индексацию материнского капитала, стипендии нищенских для студентов, пенсии для стариков нищенских. Давайте не будем, значит, давать льготы по коммуналке, по капремонту, введем Платон по всей стране, ЕГАИС, или, значит, эти кассы электронные. Говорят, денег нет. Но смотрим, что делают они по отношению нашей власти, по отношению к Роснефти и Газпром. И удивляемся, что, оказывается, Роснефть и Газпром два крупнейших вертикально интегрированных сырьевых гиганта, которые зарабатывают чуть ли не до 40% экспортной выручки, их вообще освободит перечисление дивидендов в бюджет. То есть, по документу, по федеральному закону, который никто не отменял, есть распоряжение, что 50% чистой прибыли этих компаний должны переводиться, грубо говоря, выплачиваться акционерам, ну, выплатить дивидендов. А акционерами, само собой крупнейшим является якобы государством. Но сказали, что у Газпрома половина прибыли там из 900 миллиардов это вообще какая-то бумажная прибыль, ее нет, это все показалось, это все иллюзия, поэтому денег нету, он выплатит не больше 25%. А по Роснефти ситуация еще круче. Роснефть не напрямую принадлежит государству, народу, а через структуру Роснефтегаза, которая должна была быть еще ликвидирована в 2006-2007 годах, когда погасила все долги, была прокладка, когда разбомбили ЮКО, забрали эти активы, передали их Сечину ребятам с правильными ксивами и потом должны были ее ликвидировать. Но ее не ликвидировали. Компания, то есть, Роснефтегаз, на ней работают 11 человек, условно говоря, ее директором является Игорь Сечин, который параллельно является председателем правления Роснефти. И получается, что Игорь Сечин в Роснефтегазе контролирует эффективность работы Игоря Сечина в Роснефти. И когда получается, что 50% Роснефти принадлежит Роснефтегазу, 11% с Газпрома и там еще Росгидро около четверти пакета. И получается, что, как они говорят, мы же, вот берем Роснефтегаз и говорят, смотрите, мы же, они выплатили себе рекордные бонусы в 3 миллиарда рублей за якобы эффективную работу, подготовку программы приватизации Роснефти. Хотя они ничего не сделали, просто продали госимущество на сторону и они якобы хорошо поработали и получили 3 миллиарда рублей дохода. Но, значит, как они объясняют? Мы же, говорят, получили деньги от того, что мы продали, продали, продали Роснефтегаз, продал Роснефть. То есть, одна госкомпания продала вторую госкомпанию и мы деньги перечислили в бюджет. И они вот этот перевод денежный, то, что они провели программу приватизации, они вышли из чистой прибыли и ушли в убыток. Хотя это вообще не было убыток, потому что это, ну, как сказать, это не может быть убытком, потому что они не распоряжались своей собственностью, это было имущество государства. Они говорят, на этом основании мы считаем, что мы, тем, что мы созволили передать деньги от продажи Роснефти инвесторам, мы пришли деньги в бюджет и на эту величину мы сокращаем нашу чистую прибыль и поэтому денег на дивиденды не осталось. И потребовать ничего невозможно. Даже открытое, раскрытие информации финансового отчета, то есть это просто карман для своих, это некая кормушка, которые с государством наших олигархов. Они кидаются во всех тяжкие, понимая, что в общем действительно ситуация сложная. Ну, ситуация это позорно, если мы в ситуации, это крупнейшая нефтегазовая компания, мы не контролируем, мы не понимаем, кому она принадлежит. Прошу прощения, а где счетная палата, а где у нас парламентские расследования, а где у нас контрольное ревизионное управление администрации президента, где у нас силовики в конце концов? У вас сперли полтриллиона рублей. Где вы? Владислав, все очень просто. Если бы не терпение и пассивность электората, они бы, конечно, давно полетели. Виноваты мы, Максим. Да, да. Если бы все это полетело, вот единственное, на чем они удерживают. И если, я теперь понимаю, почему он говорит, ходят слухи о том, что сам не пойдет на выборы, а выставит кого-то, какого-то места себя, подержать стульчик. Будет ли там Шойгу какой-нибудь губернатор Дюмин или еще кто-нибудь, или Володин, Дон Педро наш, очень активный Дон Педро в этом самом, в Госдуме такой вот. У нас Алиниевод очень хороший есть. Ну, есть еще Алиниевод. То есть, он кого-то поставит. Почему? Потому что на следующее правление, на 18-е, там, какой там еще, 24-е годы, или 25-е годы, выпадет очень-очень. Целое поколение людей, которым исполнится 25 лет, которые уже родились, закончили школу, закончили университет, сходили в армию, пошли на работу, они будут жить при одном и нестинном режиме, не видя никакой другой альтернативы, другой жизни. Я имею в виду, что опасность того, что, ну да, пусть не в этот срок, не в четвертый срок, это на самом деле четвертый, сейчас будет кончаться срок, Медведев все-таки был липовым президентом, макетом президента, что придется расхлебывать. Максим, я думаю, это самое может быть. Я понимаю эту логику, это на самом деле, с точки зрения логики, правильно было бы решение, логично, проблема ровно одна. Масштабы деградации вертикали власти, управленческого врождения, вот этой отрицательной селекции по пятериму Сорокину, таковы, что на самом деле, самое страшное, что мы находимся в состоянии полнейшего суксванга. То есть, если сейчас предположить, что будет другой человек, или, не дай бог, встанет кому-то плохо наверху, то здесь будет просто управленческая катастрофа и жесточайшая борьба олигархических кланов. Удержать на каком-нибудь там Демине, Рюмине, Пончике, он пойдет сам. Система находится в настолько апокалиптическом, деиндустриализированном и маразматическом состоянии, что там только на нем, а дальше бездна, к сожалению. То есть, они не готовы даже спустить, они были не готовы впустить системно, значит, национально ориентированную, патриотически настроенную, думающую, созидательную оппозицию в Госдуму, мы это увидим в 2016 году, они были не готовы впустить в регионы, в города, они не готовы передавать деньги на места, скажем, в Татарстан, в Калугу, в Белгород, где более-менее вменяемые местные губернаторы власти. и все. То есть, они подавели ситуацию того, что это просто, больной активно потел, двигался, содрогался в судорогах, перед тем, как он искусил вот это, в том, где мы находимся. Я думаю, что сейчас, конечно, вся судьба Российской Федерации, она в Вашингтоне, в руках Вашингтона. Как они будут поступать с нефтью, как они будут развивать свою добычу, как они будут развивать энергосберегающие технологии, альтернативную энергетику, новую энергетику. Они фактически сейчас диктуют условия Москвы. И Москва это понимает. Сейчас не Трамп, нет, американская совокупная правящая элита, она сейчас держит фактически Российскую Федерацию за мягкое место. Это видно. Вы там в Российской Федерации можете писать статьи, что у нас там мы валидол капаем, мы в ужасе от Вашего оружия, им не нужно оружие. Максим, конечно, когда человек болен, онкология, раковые опухоли уже неоперабельны. А мы у нас ножик какой сделали для человека? Да, мы там Христом, святой водой и пластыри, и зеленками мажем, в глаза что-нибудь плескаем, говорим, что все хорошо, все зашибись, все лучше быть не могло. Надо понимать, что мы просто реально рискуем закончить на уровне Зимбабве, Мозамбика, Монголии, Северной Кореи. Это куда мы можем попасть. Поэтому по поводу нефтяного рынка то, что делают американцы, то есть подводя резюме вот этому рассуждению на тему того, будет ли эффективна заморозка. Заморозка почти наверняка будет, то есть как бы она должна быть точно. Результат с точки зрения фундаментальных факторов будет нулевой, никакой она ни к чему не приведет. В моменте локальных спекулянты само собой попытаются надеть розовые очки и увести котировки нефти куда-нибудь на 57 может быть 62 доллара за бочку. Российский рубль, судя по всему, вопреки здравому смыслу, на фоне просто колоссальной чудовищной деградации страны, развала бюджета, платежного баланса будет укрепиться на 55-52 рубля за доллар, если не будет какого-то внешнего раздражающего фактора, скажем, какое-то геополитическое резкое ухудшение, геополитическое обстановки, войны, бомбардировок, пакетно-бомбового удара Америки, пастили, еще чего-нибудь. То бишь, и мы будем дальше деградировать. Мы просто приведем несколько цифр, которые официально опубликуют Росстат. По-моему, Росстат реально начнет раскачивать лодку стабильности и высвечивает всю неадекватность проводимой макроэкономической политики. Что они показали? Значит, по итогам января-марта текущего года на фоне всех заявлений наших патриотов с виолончельными суточками, что бизнес кошмарить нельзя, ни в коем случае нельзя, мы видим, что за январь-март количество открытых предприятий составило в России 63 тысячи единиц, количество закрытых 132 тысячи единиц. То есть, закрывается в два раза больше, чем открывается. Идет вымирание индивидуальных предпринимателей, экономическая активность скукоживается дальше. Значит, плюс ко всему, мы видим, что кризис системный, социально-экономический, который для нас с вами, как простых россиян, ощущается именно в падении уровня жизни, в скачкообразном росте цен, в потере заработных плат, в неоплачиваемых отпусках, в абсолютной макроэкономической неопределенности, в уверенности, что завтра будет хуже, чем сегодня, привело к тому, что у нас по итогам первых трех месяцев текущего года естественная убыль, то есть, не прирост населения, именно естественная убыль выросла с 35 до 72 тысяч человек. Чтобы вы понимали, за январь-март мы вымираем. Мы вымираем темпами в два раза больше, чем в прошлом году. Рождаемость упала. Причем, самое сильное падение было именно по линии рождаемости более чем на 10,5%. По смертности ситуация, на самом деле, на удивление, вот именно в этом году более или менее на нулях. То есть, там даже немножко сократилась смерть, чуть-чуть там на полпроцента, но рождаемость ухала настолько сильно, что мы получили вымирание коренного населения. Я вчера посмотрел, если удалось довести при Путине до коэффициента 1,7 ребенка на женщину возраста детородного возраста, то по итогам 2017 уже видно, что будет 1,6 там с небольшими копейками. То есть, это значит, ну, в принципе, а простое воспроизведение населения это 2,1 ребенка, 2,1. То есть, вертильность, количество детей на одну женщину либо одну семью, оно стабильно ниже там двух, и там 1,7 будет ниже, судя по всему, будет дальше падать. 1,6 сейчас. Плюс ко всему, на этом фоне мы видим тренд на дальнейшую москвободизацию страны. У нас коренное русское население под разговоры про русский мир, вставание с колен, про то, что мы тут сейчас всех пиндосов, европейцев, всех победим. опиум, это опиум. Мы видим, что в Россию продолжается чистый колоссальный мета-миграционный приток. Притекают в Россию ни японцы, ни китайцы, ни корейцы, ни американцы, ни швейцарцы, ни кто-то там, кто мог бы нам привезти там деньги, технологии, знания, чего-нибудь. в Россию текут узбеки, киргизы, таджики, ну и там, собственно говоря, с Украиной бегут, потому что там просто социально-экономическая катастрофа еще хуже, чем у нас. Ну и там бывшие ребята с СНГ, да. Я с Украиной говорю, это русский, да. Я понимаю, мы против них не имеем, но еще раз, качество тех, кто утекает за рубеж, кто протекает в Средний Азии, то же самое, это на самом деле большая разница. Утекает высококвалифицированная рабочая сила с головой, с деньгами, предприниматели, подрастающая молодежь, экономически активные населения, которые хотят что-то и менять, строить карьеру, развиваться, они массово уезжают в Америку, в Европу, либо даже в Китай. В Китай миграционный поток из России, по молодежи, вырос более чем в 7 раз. В Америку количество заявок на грин-карту выросло более чем в 3 раза за последние 4 года. Больше 320 тысяч заявок по этому году, судя по всему, будет. Ну и в Европе тоже миграционный поток в 3 раза, особенно среди экономически активного населения. Поэтому еще раз, то есть мы, с одной стороны, по январю-марту вымираем на 72 тысячи человек и при всем при этом мы видим, что на пересчет на годовые цифры в России будет приток мигрантов, чистый миграционный приток более 240-250 тысяч человек. И даже все последние годы, о чем правильно было сказано Максимом, когда да, формально, ну как получается, у нас традиционно до июня мы вымираем, а потом в июле по ноябрь мы растет численность населения. Ну то есть как бы рожать начали больше. Там и приписки, там и гранты, там и кавказы. Ну да, зимой зачали. Там прямо оно понеслось. Осенью, прости. Там оно все, ну там даже весной, чтобы зимой родить, ну там вот ближе к этому периоду, то есть понеслось. Но даже последние годы, когда по официальным данным Росстату, у нас действительно в 11, в 12, в 13 году, в 14 году, мы более-менее вышли в ноль и даже показали рост рождаемости, превышение рождаемости насмертностью на 30-40 тысяч человек в 12-15 годы, по 16 годы. То самое смешное, что приток мигрантов был в 10 раз больше. Примерно 300-350 тысяч человек. То есть еще раз, понимаешь, что мы здесь замещаемся, идет импортозамещение не технологий, не импортозамещение импортных товаров и услуг, а импортозамещение населения. Мы замещаем нас на мигранта. То есть русский китиш, русский космоград на кишлак и ау. На всем этом фоне мы видим ситуацию, что у нас дефицит бюджета за первые три месяца текущего года больше 500 миллиардов рублей. Это почти 2% ВВП. К концу года нам сделал дефицит бюджета 3% ВВП. На фоне того, что якобы нефть была не 40 долларов за бочку, как написано в бюджете, а была 52 доллара за бочку, то есть шанс, что бюджет будет сверстан с дефицитом 2% ВВП. Радости мало, ибо нужно понимать, что это происходит на фоне секвестра бюджета, сокращения расходов на медицину, образование, сокращения расходов на коммунальное хозяйство, сокращения финансирования материнского капитала, стипендий, пособий по безработице, прочее, прочее, прочее. То есть можно сделать и нулевой дефицит бюджета, если вообще ничего не финансировать. Я хотел, чтобы, так сказать, подводя некоторую черту, спросить твой прогноз. Я думаю, что вот маняло впечатление, что они сейчас вот дотянут до выборов, так называемых, весной 2018 года, ну, постараются ничего так внешне не менять, чтобы не волновать электорат, а потом этот электорат вздует, как сидорову козу. Конечно. Я думаю, уже сейчас видно, что будет повышен пенсионный возраст, и при том, что у нас рабочих мест не добавляется, начнется война стариков и молодых за немногие рабочие места, война поколений, те, кто будет позже пойдет на пенсию, не получат, это будет пенсию, это еще больше увеличит, кстати, дефицит миссионной системы. Я думаю, что сейчас будет электорат дрючить, ах, вы спокойные, вам все равно нравится, значит, лишаетесь остатков социальных гарантий, лишаетесь остатков социальных расходов, и на вас... Знаешь, я вспомнил, на самом деле, посмотрел недавно видеоклип и песню Васи Обломова. Вот Васе Обломову большой за это привет и респект. Песня называется «Гребаный стыд». Вот там Игарик Сукачев и Вася Обломов. Ну вот гребаный стыд во всем. Честные выборы гребаный стыд. Выборы президента гребаный стыд. Пенсии стариков гребаный стыд. Зарплаты врачей и учителей это гребаный стыд. Задержание, массовое задержание методгучика, дальнобойщика, вот буквально вот вчера там на днях взяли там Бажукина Андрея нашего друга знакомого, то есть привязали всех дальнобойщиков, которые возле Леруа Мерлен стояли. И Рудометкины их товарищи взяли. За то, что они выставят против Платона, против того, что мы кормим за счет наших денег нашими карманами по Ротенбергам, за то, что мы три раза за одно и то же платим в цене на газ, в цене на топливо акциза, транспортный налог еще и Платон платим за одно и то же, имея ужаснейшие дороги, это гребаный стыд. У нас еще раз стипендии для студентов это тоже гребаный стыд по полной. И то, что мы все там молчим, мы это терпим, мы никак не реагируем и мы вращаемся в какой-то плепс, ну не знаю, даже не плепс, даже не плепс, а какие-то крепостные, вот это тоже гребаный стыд. Вот все, что мы видим, это на самом деле за это очень стыдно и это печально, потому что дальше будет хуже. Если мы посмотрим на все эти социально-экономические программы развития страны, то везде заложено одно и то же, прописаны одни и те же тегисы. Образование платное, медицина платное, рост доходов населения это угроза макрофинансовой стабильности, ибо она может привести к раскрутке инфляции. Значит, поэтому не может быть роста заработных плат, пока не будет роста производительности труда, иначе будет перегрев экономики. А производительность труда невозможно нарастить, потому что нет кредитов дешевых, нет невозможно оборудования. А производительность труда не может расти по той причине, что нет кредита, нет оборотового капитала, нет технологии. И не спроса, будешь способного спроса. А его нету, потому что нету спроса. Нет денег у нас. И мы закольцевались, и я сама себя укусила за хвост, стала себя пожирать. Поэтому вот все, что сейчас пишут в всех этих программах, сводится к одному, что за наш с вами счет, за падение уровня жизни населения, падение качества жизни населения, вымирание среднего класса. Средний класс в России по оценкам крупнейших европейских банков, если поанализировать вот именно располагаемое их имущество, там, вклады, депозиты, 4,5% средний класс и 0,6% это самозажитостная часть, ну, те, кто обслуживает трубу, чиновники, олигархи, их обслуга. Остальные 95, ну, 94,5% по методике ОСР, Организация экономического сотрудничества, развития, объединяющая самые развитые страны, мы по их методике, по методике, там, Кореи, Америки, Швейцарии, там, Британии, мы бедные и полунищие. Владислав, и в этой ситуации мы зато радуемся тому, что у нас стабильность, перерастающая в стабилизиез, у нас уровень жизни большинства населения, состояние дорог, состояние коммунальной сферы, инфраструктуры, это просто гребаный стыд, и в целом по стороне идет тотальная амскизация страны, сопровождаемая москвободизация наплыва мигрантов. Владислав, я могу сказать, что, да, специально для зрителей с Незалежной, да, у нас тут смотрят и с Ведомитой, ребят, это все полностью относится к Украине, даже хуже. Слушай, а чем они хуже? Тоже самая ситуация, люди не виноваты, люди... Нет, нет, на самом деле, чтобы Васильевна не радовалась. Но, я могу сказать... Я могу сказать так, мне с 94-го года известна доктриня наших реформаторов, я как-то, я с окружением Чубайса в свое время общался, они уверены, что они с электоратом, с этим населением могут сделать все, что угодно, поскольку они уже все отгорели, это бывшие русские. Они уже никогда не поднимутся, не возмутятся, не примут послушно свою участь, и они с ними будут делать все, что угодно. И мне хотелось, чтобы они очень сильно ошиблись. Ты прав, Максим. К сожалению, ты очень сильно прав, и мы уже приводили в этой студии известные слова российского, советского композитора, актера, музыканта, барда, Михаила Ножкина, была известная песня, «А на кладбище так спокойненько ни врагов, ни друзей не видать, все культурненько, все пристойненько, абсолютная благодать». Вот превратить страну в крематорий, превратить страну в некое кладбище, сначала в хоспис, от хосписа в кладбище, вот это вот и есть многоходовочка, по большому счету. Поэтому то, что мы молчим, а мы не сделали ничего, чтобы нас власть уважала, чтобы нас она слышала, чтобы она не выселяла нас из, вот сейчас идет массовое расселение из хрущевок в Москве, причем из нормальных зданий, недавно построенных, будет массовый снос под программу якобы реновации. А ветхое жилье остается. А ветхое жилье и десятки, сотни объектов там разрушенных каких-то коммуналок и этих самых, как называется, общежитий, которых сейчас живут и в бараке живут, их не будут расселять. Чтобы нас услышали, мы должны это говорить громко, мы должны объединяться и отстаивать наши национальные, социальные, классовые интересы. Мы этого не делаем. Поэтому то, что мы имеем сегодня, это наша с вами вина. Мы сидим на попе смирной, ждем, когда за нас хороший царь, хороший батюшка в двух раз вспомнит и нам косточку бросит. Этого не будет уже никогда. Ибо тем, кто наверху, не хватает самим на текущее потребление, на пропитание. Поэтому готовимся к жесткому социально-экономическому системному кризису. Нам будут рисовать совершенно прекрасные, красивые, радужные отчеты Росстат. Не зря Росстат передали Министерству экономического развития, чтобы он, его цифры согласовывались. Красиво изображал. Майские указы были исполнены на бумаге. На своих карманах вы будете чувствовать дальнейший скачкообразный рост цен на продукты питания, на коммунальное хозяйство, на капитальные ремонты. Капитальные ремонты по всей стране уже начали тарифы повышать. Это будет идти дальше. Коммуналка будет расти тоже как минимум 80-12% в год в году. Соответственно, заработные платы постоянно не растут. У нас последние 26 месяцев подряд идет падение реальных располагаемых доходов населения. Причем, это рекордное падение более чем за 21 год. Такого не было со времен Гайдара и Чубайса в 90-х годах. К этому тоже привет можем передать именно туда. И вся макроэкономическая политика, она такая же людоедская разрушительная, как она была и четверть века назад. И 27 месяцев подряд рекордно долго падают продажи продуктов питания и непродовольственных товаров на северную. Родичный товарооборот сжимается. На падение родичного товарооборота непонятно, кто что будет производить и как импортозамещать. И тогда надо сказать уже в заключении нашим зрителям, что если вы хотите спасти не только себя, но и страну, то уже скоро придется ходить на акции гражданского протеста как на работу. Просто другого выхода у нас не остается. Вышли против реновации, власть совсем по-другому заговорила, уже что-то пытается нервничать. Услышали, увидели. То есть ясно, что сейчас мы не можем рассчитывать на верхний бар верхних. Только теперь в нас. Здесь очень важно понимать, ты правильно сказал, что когда люди вышли массово на митинги против реновации, то действительно там был легкий такой, испугались. Было видно, что в глазах была паника и они не ожидали выхода такого количества людей на улицу. Хотя вышло немного, должно было выходить в 5-10 раз больше. Должно было выйти полмиллиона минимум людей, миллион человек в Москве. Но уже сейчас внесли власти при оленеводе, гарантии того, что их не выселят за пределы округа внутри этого района будет, что соответственно можно получить равноценное или равнозначное жилье. Это уже хорошо. То есть мы стратегические ошибки и движения вне туда в пропасть мы хотя бы тактически пытаемся скрасить. Но если мы хотим смену социально-экономического курса, чтобы мы не жили на этом нефтегазовом титанике, который тонет и который обрекает не просто там большинство населения сейчас, но и детей, и ваших внуков, и детей будущих поколений на уровень жизни, собственно говоря, ниже, чем живет там практически на уровне африканских стран, то надо за это бороться. Я напомню, что сегодня по оценкам Международного Всемирного банка в России 75% населения страны, у нас россиян, мы находим, мы входим в 50% самого бедного и нищего населения планеты. То есть это сейчас, когда всего лишь криз длится 2-3 года, и когда до этого была эпоха сверхдорогой нефти, когда мы продали сырья и прочих там низких переделов на 5,5 триллионов долларов. Что будет дальше при нефти в 50 либо 40 долларов за бочку, а может быть и 30, как бы, ну, можете догадаться сами. Ну что ж, на этом мы закончим и скажем, что под лежачий камень, друзья мои, вода не течет, а как правило под лежачим камнем лежат мертвецы. Вот давайте не ставить с мертвецами и в общем-то добиваться лучшей доли. Вот на этом дозволенной ноте мы пока... Имеет смысл побороться, ибо, конечно, мы понимаем, что точка уже невозврата местами была пройдена и фазовый переход уже происходит в наших глазах, но, тем не менее, действительно, складывать ручки и склеивать ласты, это не выход из ситуации. До следующей встречи, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok